Магическое и взрывающий мозг иностранцам? Да нет, конечно. Знаете эту фразу? А если да, то как вам такое? Да нет, наверное. Или да, наверное, нет. Или да нет. Спойлер, это все означает нет. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина и сегодня мы поговорим о вариантах отрицания, которые мы используем в своей речи каждый день и которые, наверное, немножечко пугают студентов русского языка. И так все предельно просто. В первом случае это означает твердое нет. То есть мы подтверждаем, что наше нет, окончательное и бесповоротное. Во втором случае это сомнительное нет. То есть вы как бы и не соглашаетесь, но как бы еще и сомневаетесь в том, что не соглашаетесь. А в третьем случае делаем ставки да или нет, означает обычное нет. В речи важна интонация, с которой мы произносим эту фразу. Мы не говорим да, нет, наверное, или да, нет, наверное. Мы говорим да, нет, наверное. То есть делаем ударение на нет, потому что именно это слово в этой фразе имеет наибольшее значение. Снова обратите внимание на то, как я это произношу. Да нет, наверное. Да, наверное, нет. Точно так же и со словом конечно вместо наверное. Да что? Ничего не путаешь? Ты рассказываешь, мы показываем. Ну, люди, может быть, отдохнуть от вас хотят? От нас? Пф. Я тебя умоляю. Давай, давай, давай ненадолго из кадра. Ой, господи, вот так один раз позовешь, потом фиг избавишься. Ладно, иди. В кино хочешь сходить? Да нет, наверное, я же там была позавчера. О, господи, 55. Эй, ну зачем ты подсказываешь? Ты что, хочешь сказать, что я глумпая? Да нет, конечно. Как вы уже догадались, слова наверное и конечно в этих фразах могут стоять как посередине, так и в начале и в конце. Смысл от этого не меняется. В случае с да нет, наверное и да наверное, нет, слово наверное можно писать и говорить как с окончанием е, так и без него. Просто первый вариант относится к более деловому стилю, а второй вариант более разговорный и просторечный. Но оба они верны как в устной, так и в письменной речи. Обратите внимание еще на то, что слова наверное и конечно на письме выделяются запятыми. Можно ли сказать просто? Конечно, нет. Или наверное, нет. Или просто, нет. Конечно, можно. Просто союз да, он как бы усиливает сказанное. И в первом случае добавляет решительности, во втором случае нерешительности, а в третьем он просто прикольный. А теперь бонус. Как вы думаете, что означает ага, конечно? Или ага, сейчас? Вы немного подумайте, я подожду. Но здесь на самом деле нечего думать, потому что мы же сегодня говорим об отрицании, поэтому кто сказал, что это означает отрицание? Молодцы! Несмотря на то, что фраза ага, конечно, имеет два слова согласия, означает она отрицание. И как правило, говорится с немного саркастичной интонацией, точно так же, как и ага, сейчас. Алина, сбегу в магазин за пироженкой? Ага, сейчас. И это не значит, что я пойду сейчас в магазин за пироженкой, это значит, что иди-ка ты сама за своей пироженкой. Итак, подытожим. Это все фразы отрицания, как говорить не просто сухое, нет, но приукрасить свою фразу чем-то более изысканным, как это делают носители ежедневно. Пользуйтесь на здоровье и можете поблагодарить, поставив лайк на это видео. Надеюсь, теперь эти фразы не будут вас пугать, а будут выручать. Спасибо, что смотрели. С вас подписка, лайк. Не забывайте подписываться на канал. И увидимся в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok